Продолжение следует... Начали наш маршрут сегодня не совсем оптимально, поэтому надо придется пройти пешком, погуляем в центре, что здесь новенького, но знаешь как бывает, сегодня одно, завтра другое, поэтому иногда так идешь по улице какой-то старой знакомой, опа, здесь уже новый дом возник, или еще какое-то новое строение, то есть мы просто погуляем, посмотрим дорогу, предстоящую я знаю, хотя я здесь давно не был, но тем не менее, сегодня у нас суббота, много людей, погуляем опять же, насколько это возможно. Будем идти спешно, примерно минут 20 наверное, я думаю сюда пойти через светофор этот перекресток, или все-таки налево, или может быть по другой стороне пойти, в общем сейчас будет видно, идти будем минут 20, минут 15, недалеко, погода сегодня приличная, правда ветрено, но сегодня суббота, что светофор никак не хочет переключаться, настырно, я хотел на другую сторону перейти, прямо, может быть там вдоль реки пойти, будет видно, придется стоять, ничего не поделаешь, там тоже много людей, повылазили, повылазили, потеплело на улице, повылазили, ну, сейчас мы ничего не можем делать, кто-то стоять придется, машины прут, несмотря на дорогой бензин, и газ подорожал, пофиг, все равно едут, даже кто-то на жигулях стоит, наверное, заправляется за раз больше, чем сама машина скоро, все, погнали, ну, давай здесь прямо, да, пойдем, хотя нет, ну, прямо, наверное, не пойдем, в общем, какая цель, сейчас нужно выйти в той церкви, верхушка там видна, церковь, есть разные пути, налево и направо, я не знаю, как поступить, ну, давай сюда ломанем, да, ладно, не больше людей, поэтому нам здесь интересней будет, посмотрим, как здесь дела, в общем, сегодня суббота, не воскресенье, суббота, и выдвинемся, похлопотать по хозяйским вопросам, и одновременно погуляем по центру, я хотя не очень склонен, да, сейчас, ну, в принципе, нормально, я бы пошел позже на улицу, не сейчас, ну, ладно, смотрим, черное здание, дом торговли, какая-то речка, не знаю, что это за река, блин, черного знает, речка вонючка, наверное, ну, ладно, не воняет, во всяком случае, не воняет сейчас она, машины стоят, вот мы и люди повылазили, да, еще пару дней назад было холодно, сейчас уже все, потеплело, причем существенно, так, прямо поедем, да, давай, наверное, прямо пойдем, надо как-то прорваться, вперед, да, в общем, что мы сейчас делаем, сейчас я хотел бы попасть на вокзал, на вокзал, на южный, железнодорожный вокзал, как туда идти, налево или направо, вот это нужно немного навигировать, да, в общем, к этому рынку справа, да, сто лет, красный центральный рынок, больше, чем сто лет, наверное, ладно, я не совсем уверенно так иду сейчас, потому что нужно, нужно соображать, куда повернуть, ну, ладно, мы все прорвемся, хотя придется покалькулировать, ну, погуляем, подвигаемся, сидим постоянно, я думаю, многие люди сегодня сидят, ну, в нынешние дни, современные, народ сидит за компьютером, вообще сидячий образ жизни, так что нужно гулять, и мы вот вот так, вот сейчас, таким образом ломанем погулять, в киоск поставили неудобно, приходится обходить, слишком плотно, ну, я смотрю, что парадокс какой-то происходит, в общем, парадоксальное событие, но в будние дни людей больше, чем на выходных, хотя должно быть, конечно, наоборот, такое впечатление, что, вообще, часы идут наоборот, опять же. Так, то есть, что, в субботу, в воскресенье людей обычно, рынок впереди, люди валят, обычно меньше, если сейчас, вот в воскресенье, столько людей, то можно представить, какой здесь расклад в будние дни, еще больше народу, ладно, сейчас, я думаю, сюда пойти, я прокладываю просто маршрут, приблизительно, хотя бы, и нужно это на лету делать, так сказать, это справа-то здание управления метрополитена, здесь была какая-то, центральная контора была, метро, сейчас, конечно, уже все, слушай, перейти дорогу, две машины, и непонятно, кто куда едет, как-то они, так сказать, неуверенно ведут, видимо, тоже калькулируют, как и я, ладно, все, мы уже на другой стороне, то есть нам нужно немного дальше пройти от церкви, сейчас посмотрим на церковь, чтобы попасть на южный вокзал, так, здесь старый такой район, старый центр, старые дома, вот стоит, да, хорошо, вот машина, микроавтобус, за ним не видно, что происходит на дороге, страшно переходить, так, ну ладно, люди валят опять, встречу почему-то, почему я сюда пошел, вообще-то я мог бы поехать прямо к цели, на метро, это удобно просто и быстро, но сейчас что-то происходит, аномальное, ну, как обычно, не только в стране что-то аномальное происходит, но и в городе, не только в городе, но и в стране, как вперед, так и обратно действует это утверждение, то есть, что происходит, шмонают, наводят шмон в метро, стоят люди с собаками и шмонают прохожих, то есть, церковь интересная, да? Такая здравая старая церковь людей сегодня, да, то есть, я вот помню, что надо было дальше пройти, Ого, у меня какой-то праздник оказывается, ну, у людей сколько, церковный праздник похоже, поэтому они сюда посползались, я думаю, в чем дело, что людей до хера, церковь, в общем, что, от церкви слева, вот там вот дальше будет улица, как она называется сейчас, благодатная, благовещенская, вот нам нужно валить по той улице, чтобы выйти к вокзалу, такая церковь большая, одна из самых старых, наверное, может быть, самая старая, самая крупная история, конечно, здесь большая, скрыто за этой церковью, так вот, в метро сейчас, у него пассажиропоток увеличивается, то есть, много, что есть, монар, меня уже самого пару раз обыскали в метро, неприятно так, как вот наша улица, здесь мы поворачиваем и валим дальше, лучше, конечно, в тени, перекрыта улица, здесь что-то происходит, это точно, что, может быть, сейчас увидим, да, улица здесь тихая, здесь хоть поменьше движухи, только иногда люди идут, улица Благовещенская, как-то она тоже называлась раньше по-другому, ее переименовали, старая улица, старые дома, здесь, в общем, сейчас нам больше ничего искать не надо, навигировать не надо, просто чешем прямо до вокзала, до вокзальной площади, ну, интересно, что сегодня какой-то праздник, где я не знал, да, церковный, похоже, потому что людей в центре много, в церкви много людей, то есть, чем беднее, чем хуже жить в стране, тем больше церквей, тем больше они посещаются, вот такой парадокс, такой наблюдаем мы, такой можно наблюдать, дворы такие тихие, кто-то живет здесь даже, надо же, ну, ладно, мы идем прямо, просто идем, никуда не сворачиваем, так сказать, до упора, перед их, переди какие-то менты стоят, видимо, службу несут свою, ну, а мы направляемся дальше, никому не мешаем, идем в стране, то есть, в связи с таким усиленным шмоном в сегодняшние дни, я по возможности все-таки стараюсь избегать многолюдные станции метро, вокзал, там, где много людей, движение, транспорт, туда лучше не идти, потому что иначе рискуешь быть обысканным, это очень неприятно, то есть, приключения могут быть, а нафиг они нужны, видишь, стоят пастухи, и не пускают никого, да, ну, ладно, какие-то мероприятия начались, это карантин, типа, карантин, карантин, шмирус, людей собралось столько, что, вот какая пробка, вот что они делают, то есть, затор, войдем их всех и дальше, стоят, по сторонам я не осматриваюсь, буду двигаться дальше, чтобы не задерживаться, крестообразный перекресток и во всех направлениях стоят машины, пробка, возможно, потому что они там перекрыли, возможно, даже без надобности перекрыли, Хладногорский район называется, район, вот написано, и здесь был, наверное, лет так, лет так, 7 назад, наверное, 5, ну, ладно, то есть, лучше подальше от метро, подальше от наглядных станций и будет все в порядке, во всяком случае, ты сокращаешь таким образом вероятность вляпаться, оно никому не нужно, лучше пройти дальше или пойти погулять, чем подвергать себя диску быть обысканным, главное, они просто обыщают, так они могут еще что-то подкинуть или избить, сделать человека виноватым, поэтому, ну, нафиг, лучше избегать, еще лучше избегать таких уединенных мест, потому что там тоже могут быть какие-то аномальные дежурные, и они могут создать проблемы, ну, это, кстати, театр какой-то, Миссури, по-моему, или Мусури, Миссури театр, это здание должно, хотят его снести, да его и снесут, что-то будут другое строить, так, ну, ладно, то есть, а с чем это связано, вот эти поиски, да, аномальные, что они ищут, кого они обыскивают, с какой целью, они пытаются поймать типа наркоманов, ах, все, светофор нам, нам не подвез светофор, не поспособствовал, они сейчас поедут, и это, бежать я не стал, ладно, это вот затянется, они сейчас будут ехать, еще и троллейбус есть по такой узкой улице, по какому направлению мы сейчас идем, мы сейчас идем на запад, я думаю, на запад, сейчас валим, ну, сейчас уже переключится, все отлично, светофор здесь людей, пешеходов не мучает, быстро переключается, там, по-моему, кондитерская фабрика находится, вот прямо по этой улице, тоже травят людей, в общем, ладно, сейчас мы продолжим путь, я так сразу не сориентировался, куда надо идти, ну, по карте, перед выходом смотрел карту, потому что, конечно, не всегда можно сориентироваться, это театр какой-то, да, театр музыкальной комедии, вот справа, там люди нарисованы на фотографиях, да, картинки, я здесь когда-то был, в 2011 году, что-то такое, да, театр, все еще работает, его еще не убили, как ни странно, обычно здесь как, что практикуется, прийти, раздербанить, разворовать и уйти, ну, такая типичная схема, возможно, еврейская, потому что, какой нормальный еврей будет вкалывать ради денег, никакой, естественно, хочется стырить их где-то у кого-то, и все, и объявить себя паном, что они и делают, хотя и местные тоже, тоже ушлые, научились у кого надо, да, ну, так, впереди я уже вижу опять какое-то скопление людей, карантин, это карантин у них, соблюдайте социальную дистанцию, так сказать, все в масочках, сейчас посмотрим, ближе подойдем, непонятно, что происходит, у меня небольшой груз, надо с ним походить, справа опять люди скопились, о, так, что здесь, улица какая широкая, прямо можно идти, непонятно, да, я думаю, можно, там же идут, значит, и здесь можно, так, пересекли мы улицу, фу, похоже, там школа, поэтому там людей много, о, какой-то мемориал, что-то такое, вон стоит звезда, висит, как ее только до сих пор не сбили, эту звезду и раскрасили как-нибудь краской, о, карантин, смотри, смотрим, как они внимательно стоят и слушают, ни одного, а, вон один мужик в маске, два человека, два человека в маске, я вижу, это экскурсовод Ватман, смотрят люди на меня, это, это негодяй, как его, Фельдман, Ватман, как его зовут, этого человека, евреи, мы только что говорили по поводу евреев, и вот сейчас мы снова о них можем поговорить, это еврей Максим Розенфельд, по-моему, да, он экскурсовод, не знает город этот, что где было построено, когда, и сейчас карантин, несмотря на этот карантин, он организовал платную экскурсию, вот так, собрал людей, и, кстати, экскурсии у него не дешевые, они стоят бабок, там прилично, и видишь, в карантинные времена, когда цены растут, тарифы растут, люди идут к нему на экскурсию, игнорируя вот этот карантин, правила, нормы, идут и платят еще и солидные деньги за это, парадоксально, просто все наоборот, все наоборот происходит, все, мы уже, кстати, пришли на привокзальную площадь, впереди, впереди будет вокзал, по-моему, я уже когда-то был там, вот так надо, видишь, как, как евреи себя ведут, дом какой, да, интересный, старый, арка большая, так вот, еврей, ладно, я ничего не буду о нем говорить, не именно о нем, а вообще, похоже, люди делают все только за деньги, попроси его о чем-то, не проигнорируют, а скажи, что ты деньги ему за это дашь, все, можно разговаривать, диалог будет, так меняются, меняются нравы, да, ну это у кого-то меняются, а у кого-то нет, у кого-то они остаются прежними, да, ну как есть, итак, перед нами привокзальная площадь, по-моему, да, ну вокзал, впереди вот это высокое здание, да, это гостиница, мы пришли к нашей цели, и сейчас уже будем заканчивать диалог, наше повествование, пока еще у нас есть пару минуток, да, и что, наверное, будем заканчивать сегодняшнюю прогулку, но пока у нас опять же есть еще пару минут, так что можно, еще не совсем, еще не прощаемся, так сказать, еще можем пройти, то есть, если бы я что-то организовал, я бы вляпался, а он организовал, все в порядке, людей собрать сейчас, собери людей, ты рискуешь, а он собирает, то есть, похоже, спокойно, собирает платную экскурсию, похоже, спокойно, без каких-либо опасений, я опасаюсь, я тоже веду такую публично-общественную жизнь, так сказать, да, культурную, и тем не менее, я опасаюсь, и опасаюсь не вполне обоснованно, то есть, ну, он, видимо, знает, что все в порядке, знает, что он себе может позволить, поэтому и позволяет, посмотрим на вокзал, на центральный, нам ответит пешеходный переход, чтоб пока, типа, красный, на другой стороне, типа, пока постой, ну, постоим, ладно, ну, ладно, какие-то гопники, надо от них подальше, да, ну, ладно, камера маленькая, не видно, трамваи здесь ходят, да, похоже, что светофор не работает, да, очень похоже, не отработает, можно идти, надо же, я удивлен, ну, мы еще, это сейчас перед нами южный вокзал, центральное здание, но мы еще здесь походим, побываем, фонтан будет работать, а пока, будем прощаться, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok